Опять я нахожусь возле своего пруда, возле того, который в посадке. В воду дали 23 мая, 15.35. В воду дали, пока она сюда дошла, пока этот пруд наберет тот уровень, чтобы вода пошла дальше вниз. В общем говоря, часть той кормовой базы, которая уже успела здесь развиться, до того, как решили воду хлорировать, она погибнет. Безусловно, она погибнет, я в этом уверен. И часть восстановится. Я не говорю, что это плохо, что это хорошо. Сам факт того, что он здесь существует, хотя его быть не должно, поскольку вода это водопроводная, уже отдает информацию для раздумий. Но все-таки он здесь есть, и кормовая база здесь есть, и птиц здесь много. Жаль, что, конечно, коммунальщики за этим не следят. Все-таки это все электроэнергия, это все деньги. И вот, чтобы они пошли с другой пользой для общества, для нашей природы, потому что на каждую киловатт, мы уже создали электроэнергии, которая производит тепловые электростанции или атомные электроэнергии. На производство выделяется 600 г г углекислого газа. Надо подумать, чтобы очистить столько воды, сколько надо было пронести электроэнергии и созвездить много кислого газа. Об этом прудике просто мало кто знает. Его ценность невелика. Хотя для меня, как вот исследовать, так сказать, водную флору и фауну, это все-таки интересно. Надо мыслить глобальнее. Поэтому я все-таки против, чтобы водопроводная очищенная вода вытекала и просто попадала в грех.